добрый день дорогие друзья салам алейкум из нашего жизнерадостного казахстана наверное всем будет интересно как я обслуживаю вот такие большие аккумуляторы которые без пробок не обслуживаемая эта батарея 165 ампер часов вот она и батарейка пришла ко мне практически обслуживаю батарейки попали ко мне практически обслуживаю эту я уже залил воду ну давайте посмотрим в эту еще не заливал так для начала параметры вот можете сфотографировать их время отнимать не буду замерам это все было замерено при клиенте вернее клиент уехал но я ему отправивайте замеры по ватсапу не обманывать клиентов нет никакого резона вот такой вот уровень и у нас уровень высчитать уровень какой необходимо долить очень просто вот здесь вот мы видим 2 ватерлинии одна верхняя они показывают на нижнем вот одна верхняя одна нижняя я подливаю до верхнего ватерлинии от слегка чуть-чуть на несколько миллиметров на 2-3 миллиметра ниже в отравлении это с учетом того что батарейка примет заряд и электролит у нас соответствующим образом расширится так здесь я показал сколько и здесь вот я подлил вот в отравление высчитывается таким образом делается отметка по уровню корпуса батареи затем прикладываем корпусу и делаем отметку на ватерлинию нижнюю отметочка это будет в отравлении но легко и просто это сделать у кого было даже тройка по математике или там по геометрии им не составит труда это все проделать эту батарейку я залил в каждую банку вошло по 140 миллилитров дистиллированной воды и как видим вот у нас чуть-чуть неплотно прижимается палец и вот электронит уходит ориентировочно по вот эту ватерлинию влезла по 140 миллилитров отверстие буду закрывать такими же пробочками как я использую и для легковых автомобилей до места сверления вот если присмотреться то здесь можно увидеть ложные места для пробок вот так вот под определенным углом можно определить что здесь вот должна быть пробки должны быть пробки возможно когда-то они были в этих местах можно запросто сверлить и тем самым не нарушая лабиринт крышки здесь идет обойма и это сама крышка она имеет двойную структуру то есть двухслойная но в этих местах у нас один слой пластика поэтому мы сверлим не нарушая при этом вентиляцию и отсев паров воды которые должны по идее возвращаться в аккумулятор но в наших условиях батарейки работают наших мани которые работают в карьере конечно же там никакой вентиляции блять нету разговору батарейки постоянно таком экстремальном режиме работают постоянно на жаре я говорю про лето зимой то у нас очень холодно и соответственно батарейки выкипают вот такие пробочки я использую вставляем сверлим 5 девочек так как мы в насчет глазка до глазок вынимается двумя отверточками с обоих сторон или с обоих но если туго идет желательно подогреть это место феном градусов до 60 50 60 градусов вполне достаточно чтобы прогреть пластик и индикатор легче вышел но это я рассказываю для тех кто впервые на моем канале и не знает как я это все делаю есть несколько роликов конечно на эту тему там совсем чуть-чуть где-то 180 по моему ну хуйня короче в море ютюба это потеря потерь так ну что сейчас доливаю эту батарейку заливаю водичкой да я дам отстояться часок чтобы водичка начала взаимодействовать с электролитом за счет диффузии и затем начнем уже обслуживать батарейку для того чтобы перемешать тут электролит который имеется а блядь совсем забыл сказать да 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 вы скажете помять а чё ж ты лошара плотность а не меришь давайте замерим плотность при маленьком уровне 126 у нас то есть даже при всем при том что водичка выкипела явно видно что батарея под сдутая сейчас вы подлили воду хотя прибор то показывает неплохие неплохой процент заряда 98 здесь также 98 и судя по нрц и 1285 1287 по идее должна быть должна быть у нас завышенная плотность но это плотность она у нас есть и она у нас есть только за счет стратификации то есть вот эта плотность у нас внизу нижняя часть пластин у нас в кислоте и поэтому такое высокое нрц а сверху как видим у нас никакого перемешивания не происходит при эксплуатации батарейкам забыл поинтересоваться сколько лет не могу сказать но снова чекманы возможно вот это вот дата если кто-то усяк расшифруйте пожалуйста как она расшифровывается условно нигде не указана мощность батареи сколько амперчиков она выкатывают при холодной прокрутки но я ориентировочно установил под 1000 ампер вот исходя из этих показателей будем дальше отслеживать динамику нашей батареи как она в какую сторону будет двигаться при нашем обслуживании ну что я заливаю водичку вроде все сказала ничего не забыл шара все сказал ничего не забыл поэтому как залью закинем зарядный бокс и начнем работу по перемешиванию электролиза по заряду и перемешиванию электролита работать будем на тридцать седьмых в импировочках в импивах ну что наши китайские товарищи залезли в зарядный бокс и начнем работать на тридцать седьмых в импивах с ними посмотрим как нам рекомендуют производители вообще производители рекомендуют заряжать батареи желательно по напряжению и выставлять ток меньше либо равен 45 ампером но мы себе такой щедрости позволить не можем потому как по своему опыту я не советую заряжать такими токами такими сварочными токами батареи заряжать будем на 8 амперах это примерно 5 процентов от емкости ну что подключаем наши зарядники хлоп один хлоп второе так 8 и 3 пойдет о но моментально видим напряжение падает вернее ток напряжение моментально 14 7 1 цикл на 4 его 14 8 произведем наполнение абсорбацию батареи зарядом и как только закончится наполнение перейдем на заряд уже 16 вольтами посмотрим как поведут себя батареи будет ли эффективное перемешивание электролита либо нет так время время нажать а мы еще и не садились за стол так время два часа так ну пусть китайцы работают в паре с выпивом а я буду греть плов и открою трапезу а китайцы кушают а я чем высочь что любить ну как видим четыре часа практически 40 минут наши китайские друзья дружат с выпивами и вот такие показатели на текущий момент нас одна батарея 16 ампер принимает напряжение 14 7 2 батарея уже 1 и 4 немножко разные амперы здесь 750 приняла батарейка здесь что-то я не пресек сейчас посмотрим и на ночь я на выпивах оставлять эти батареи не буду потому как мне не нравится буферный режим который продуман выпивах по сути дела буфера нет да здесь вот 795 приняла принял китаец на грудь поэтому я оставлю сейчас на китайцы должны дружить с китайцами оставлю их на китайцах и буферный режим на китайцах он чуть к получше 14 8 для буфера это конечно многовато хоть выпил у нас и рисует что заряд окончен заряд продолжается и нам важно батарею не перезарядить не включить вторичные электроды чтобы не разбить электролит разобьем электролит на составляющие параметры начнут резко сдуваться у батареи поэтому вы пирожки отключаем сейчас подключу к китайцам и оставляем ночевать китайцев на китайцев ну вот подключил теперь включаем подключаем к сети вот поехали до китай китайчата попрыгали давайте натяните этих китайцев до утра чтобы у них аж плотность поднялась получится как вы думаете или нет так ну давайте замерим плотность до 5 спрятался и не что нам дало 14 8 практически вольт на батарее достаточно этого или недостаточно для перемешивания нет этого недостаточно плотность у нас 1 22 1 22 так в этой батарейки и в этой будем замерять по одной банке тоже 1 хуясью на 1 22 контролировать по одной банке в кадре за кадром я конечно замерил во всех банках плотность перед тем как начать работу замерять пришлось рефрактометром и плотность практически равная одинаково во всех баночках поэтому но посмотрим что будет на утро оставляем их пусть потребляют мою электроэнергию до утра а я на сегодня работу закончил собираюсь до дома наши китайцы всю ночь кувыркались китаянками давайте с минимуму ориентацию и поставим на вымпел и вот сейчас мы проверим как повлиял буферный дозаряд на состояние батареи когда мы уезжали перед отъездом порядка пяти часов он простоял на 37 выпили и напряжение в виде ток у нас был снизился до полтора ампера посмотрим на тех же настройках на тех же режимах ну как видим напряжение 14 8 и ток у нас уже минимальный то есть буферный заряд богат приятно повлиял на состояние наших батарей вы пивок нам заявляю что заряд окончен переключаем на 16 вольт заряд окончен наш нас вольт так теперь давайте измерим плотность до плотность у нас 124 122 ток моментально упал до двух ампер это нам говорит о том что 16 вольт нам этого напряжения нам будет недостаточно для того чтобы удалить сертификацию поэтому будем переставлять на 57 выпил и разгонять батарею до напряжения их окончания заряда то что рекомендует производитель в данном случае работать не будет перемешивание у нас не произойдет так переставляем на 57 перепрыгиваем не перепрыгай перепрыгнул так но переставил на 57 выпил и напряжение окончания заряда 17 вольт и по 8 ампер выставил буквально проработала две минуты одна из батареи добежала до 16 8 ток упал до 5 и 7 ампер вторая батарейка вторая батарейка у нас уже 16 и 9 так делаем ограничения 16 8 вольт ток 6 и 3 ампера 62 давайте будем мониторить время 11 часов утра и времени нам предостаточно 37 вы пиво сегодня у нас навозе они в работе с этими батареями не эффективны что продолжаем работу 7 часов 25 минут мы отработали с нашими китайцами и вот такие параметры 5 и 8 ампер 16 7 напряжение у нас держится так по 34 ампера у нас здесь так 34 но здесь тоже 5 и 7 примерно 1 хуясины и показатели так еще у нас здесь то здесь у нас 37 и 7 ампер ну примерно батарейки одинаково приняли на свою широкую грудь так давайте замерим плотность 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 у нас 128 если быть точнее 127 с половиной в правой батарейки и вот так блять 127 в левой батарейки так ну что на сегодня достаточно замеры делать сегодня никакие не буду дадим батарейкам отстояться до утра и уже утром подведем итоги нашей работы с этими батарейками так вот эти вот что касаемо этих пробок когда крышка толстая то они встают очень плотно если крышка тоненькая то друзья нужно подмазывать герметиком герметизировать сегодня я убедился что если пистон встает свободно при перевороте аккумулятора будет вытекать электролит нам этого как говорится не надо но мы к этой теме мы как-нибудь еще вернемся поговорим но постараюсь об этом напоминать возможно в каждом ролике так но на сегодня достаточно на сегодня глажу шнурочки и в дорогу батарейки отстоялись порядка 18 часов давайте замерим плотность 127 здесь 127 здесь так этого достаточно сейчас давайте сделаем замер тестером и глянем на динамику что с этими батареями у нас получилось так условно 1000 ампер мы набивали на них поэтому сейчас тоже выставим 1000 ампер ну возможно батареи по сути они меньше пусковой ток у них возможно так 67 процентов у нас посох 820 амперчиков пусковой ток нрц 1308 и сопротивление 336 как было 63 процента и пусковой 794 они 636 565 небольшое улучшение параметра есть это улучшение может быть еще связано с погрешностью прибора давайте глянем на эту батарейку ну здесь улучшение получше так 78 процентов посоху 885 ампер пусковой 311 сопротивление 1303 нрц так не нет мы еще давайте сделаем еще один дозаряд и попробуем все-таки убрать небольшое рассвоение которое осталось и посмотрим дальше правый вымпел нам моргнул что заряд окончен но кроме этого позвонил хозяин батареи и сказал что батареи срочно сегодня нужны через час они за ними приедут и поэтому мы прекращаем работу с ними в принципе чего хотели мы от них добились сегодня они пойдут в работу и если эта работа будет в карьере то то что мы не замешали в процессе работы это все домешается и до месяца так сейчас я их вытащу зарядного бокса надо освобождать место мне и будем подводить итоги заколачивать вот эти вот пробочки и подводить итоги нашей работы так мы вытащили зарядный боксов давайте еще раз перемерим плотность здесь уверенный 128 мы видим 128 мы видим так замер ну давайте сделаем пусть будет он некорректный это будет некорректный замер но без замера оставлять тоже нам как бы будет неполная картина 1000 ампер в принципе параметры те же самые 71 после обслуживания ну по крайней мере батарейка у нас повторю что замер некорректный после отстоя возможно батарейка улучшит свои параметры и здесь тоже видим 71 процент был 63 по крайней мере очень часто эти батареи выходят именно за счет того что они обсыхают и естественно по этой причины по этой причине батарейки выходят из строя после такого обслуживания мне привозили через год по моему или через два час боюсь ошибиться батареи и в принципе те же показатели что были до обслуживания вернее после обслуживания батареи они сохранили даже через год я чисто их проверил и обратно они уехали в работу потому потому как чекманы у нас это трудяги из карьеров они практически не вылазят так ну что друзья ролик записываю через записываю через не хочу немножко заболел прихлорал всем добра удачи главное здоровья не болейте всего хорошего вот если кому-то оказалось полезным вот эта схема по которой я работаю можно нажать на вот такой палец все вернутый в кулак но смотрите сами я человек скромный никого ни у кого не выпрашиваю не выклянчивого не лайки не подписку всего доброго друзья всего хорошего всем удачи и самое главное берегите свои батарейки забыл главное сказать по поводу вот этих вот клипсов значит если у нас тонкая крышка тонкий пластмасс и клипса свободно ходит свободно входит жеватель на небольшая доработка либо искать резиновые колечки подкладывать вот дело в том что у нас если вплотную входит клин у нас не цепляет вот эту часть и клипса будет у нас крутится как в данном случае сейчас я с этими клипсами поступлю немножко по-другому как вариант значит я обмазываю герметиком и этот грибок уже насаживаю на герметик в этом случае они тоже не не потеют и при перевороте не капают но есть оставить в таком положении возможно будет небольшая утечка простичка это я должен вам сказать но если более толстый пластмасс если клипса входит более плотно то протечек нет здесь то пластмасс тонкий в районе наверно одного миллиметра может один полтора миллиметра еще как вариант вот я изготовил специальное серво которая изготовил обточил которая размером 7 и 8 миллиметра вот теперь я буду сверлить именно этим сервом чтобы вот эти клипсы входили плотничком и не проворачивались ну а их я посажу на герметик вот на на этом теперь все друзья имейте это ввиду с последующих роликах где вот эти клипсы будут использоваться я постараюсь об этом тоже сказать но эта проблемка она вот видите нарисовалась как бы один из недочетов моих ну да моих поэтому об этом надо говорить чтобы не было проблем в дальнейшем ну а теперь всем добра удачи здоровья еще раз прощаюсь с вами не прощаюсь говорю вам до свидания всем пока и берегите и ухаживайте за своими батарейки